Судебная тематика на этой неделе вообще захватила украинских политиков. В нашей стране давно уже вошло в привычку брать физическую подмогу на все более-менее громкие процессы. Ну а если каждый приводит под суд крепких спортивных парней, ясно, что это может плохо закончиться. На прошлой неделе под судом был ранен полицейский. На этой неделе выяснилось, что МВД и вовсе может отозвать своих людей из судебной охраны. Почему? Да потому что и не должно охранять суды. Инатомина продолжит. Охрана отмена. Отозвать нацгвардию и полицию с украинских судов пригрозили в МВД. А все потому, что судья отпустил на поруки активиста, который ранил полицейского. Все произошло вот здесь, возле Соломинского райсуда Киева 15 февраля. Тогда избирали меру пресечения одесскому мэру Геннадию Труханову. Во время потасовки один из активистов, Александр Федорченко, выстрелил из пистолета. В результате спецназовца с огнестрельным ранением доставили в больницу. Федорченко все-таки изменили меру пресечения и отправили под домашний арест. Но осадок остался, а ситуация с охраной судов в Высшем Совете Правосудия вызвала беспокойство. Штурмы, блокирование, тиск – это повернение в те часы, когда Рада может давать какую-то команду, кто-то может управлять судами. Мы так демократичную державу никогда не побудуем. Последние годы в Украине почти все резонансные судебные слушания проходят под обязательный аккомпанемент. Стычек и драк. А места, где вершат правосудие, часто напоминает проходной двор. 60% украинских судов вообще не охраняются. Эта проблема загострилась лишь после того, как начали подрывать гранаты, начали палить суды. Подрывать, как здесь, в Никополе. В ноябре прошлого года во время одного из заседаний отец подозреваемого подорвал две гранаты. Сам погиб, 10 человек пострадали. Среди них подсудимые два конвоира, секретарь суда и вольный слушатель. Ну, эти же случаи не только в нашем суде проходят. Это в нашем случае уже так, что гранаты пошли, да, вот это самогубство людина вчинила. А так, в случае, вы же видите, что и трощат в судах, и что заманутся, вчиняют. После той трагедии в Никополе о безопасности судов говорили много. Ведь оказалось, что в помещении и металлоискатель не работал, и деньги на должную охрану закончились. Мы отправились в Никополь снова, посмотреть, что изменилось. Но не изменилось ничего. Здесь до сих пор ни металлоискателя, ни нормального контроля посетителей. Проблема с безопасностью – это потенциальная угроза не только для судей и участников процесса, но и для судебных материалов. Ведь часто без нормального контроля они странным образом исчезают или самовоспламеняются. На все эти случаи должны быть видеоспостережения абсолютно кругом по помещению суду, так и в коридорах, и в залах заседания, охрана, металошукачей. То есть не один какой-то защит безопасности, а комплекс. Ранее существовала служба судовой охраны, так называемая, в структуре министерства, потом была фактически скасована. И сейчас происходит создание новой службы судовой охраны. Итак, Грифона уже нет, а службы судебной охраны еще нет. Сначала на новую службу не выделяли деньги, но в прошлом году дело сдвинулось. Далее немного не мало – 350 миллионов гривен. Но что-то опять пошло не так. Уже был выбран на конкурсе глава службы судовой охраны, но в последний момент он отказался от выполнения своих обязанностей. Сейчас Державная судовая администрация оголосила повторный конкурс на главу службы судовой охраны. И, власне, после того, как этот конкурс завершится, эта служба должна снова начать набрать штат, персонал и, власне, все организационные и финансовые вопросы, которые касаются создания отдельной службы. На это потребуется минимум певрока. Скорее всего, служба в оптимистичном сценарии работает только под конец 2018 года. Но пока новая служба существует только на бумаге. А следить за порядком временно придется полицейским или самим сотрудникам суда. Ведь, как показывает практика, в Украине нет ничего более постоянного, чем временные. Инна Томина, Сергей Бордюжа и Богдан Савруцкий. Подробности недели телеканал Интер.